Пытавшись примкнуть к боевикам ИГИЛ студентка Варвара Караулова, она же Александра Иванова, останется под арестом. Такое решение принял Мосгорсуд. Ей предъявлено обвинение и известно, что она полностью признала свою вину. Последние новости из зала суда. Узнаем у Ильи Костина. Он выходит на прямой связь со студией. Илья, какие есть подробности? Да, Валерия, Мосгорсуд сегодня оставил под арестом студентку МГУ Варвару Караулову. Таким образом, отклонил жалобу ее адвокатов, настаивавших на освобождении девушки из-под стражи. Таким образом, Караулова остается в СИЗО как минимум до 23 декабря. Ранее студентке было предъявлено официальное обвинение в попытке участия в террористической организации. Состоялся ее допрос в качестве обвиняемой, в ходе которого она признала свою вину полностью. Судья огласила сегодня резолютивную часть решения. Его мотивировочная часть будет отправлена сторонам позже. У девушки теперь новая фамилия. Превращение Варвары Карауловой в Александру Иванову стало частью уголовного дела, по которому студентке грозит 10 лет колонии. По регламенту и в целях безопасности мы не можем показать лицо судьи. Только звук. Вот каким было сегодняшнее решение суда. В ходе заседания следователь ФСБ напомнил, что Иванова публично раскаивалась в попытке побега. Но как только ей вернули изъятую технику, компьютер снова вступила в переписку с участником запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и стала обсуждать возможность снова уехать в Сирию. Летом, напомню, она уже пыталась это сделать, но была возвращена в Россию. По мнению следователя, девушка сменила имя и фамилию именно ради подделки за грандпаспорт. А сама Караулова Иванова участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО Лефортова. Правда, как только в зал заседания вошли камеры, она стала закрывать лицо, еще несколько деталей. Ивановой были назначены антидепрессанты. Адвокаты девушки сообщили, что соответствующее назначение врача защитник попросил приобщить к материалам дела, как отмечается в данных рецептах. После возвращения Караулова прошла обследование в НИИ психического здоровья при Российской Академии Медицинских Наук, где ей были прописаны все эти медикаменты. Родители девушки после заседания отказались общаться с прессой, сказали, что они сами в тяжелом подавленном состоянии, но они уверены, что все, что делала их дочь, она делала из любви к своему виртуальному возлюбленному, который, по некоторым данным, по данным следствия, является вербовщиком запрещенного в России исламского государства. Валерия. Илья Костин с последними новостями о нашумевшей истории Варвары Карауловой, которая пыталась примкнуть к боевикам ИГИЛ. Продолжение следует...